На этих кадрах химкинские гонщики одерживают очередную победу на втором этапе чемпионата и первенства Московской области по автокроссу, который прошел в Пушкинском районе. Детская спортивная команда имени Евгения Родионова за 15 лет существования собрала уже не один десяток наград. По словам тренера по автомобильному спорту, есть и особо приятные достижения. И самая значимая победа у нас была, когда мы с именем Евгения Родионова приехали в позапрошлом году в город Грозный, где команду с этим именем нас встречал персонально Розан Кадыров. Он награждал наших ребятишек, где мы одержали победу в первенстве России. Это для нас, наверное, самое значимое. Сегодня школа автомобильного спорта базируется на новом стадионе в Старбеево, где юные гонщики от 6 до 18 лет оттачивают свое мастерство на отсыпанной трассе. Сейчас ребята готовятся к чемпионату России, который пройдет 7 февраля в Истре. Здесь же проходят тренировки еще одного подразделения школы по мотоциклетному спорту. Здесь у нас находится спортивная техника для начальной секции, то есть первого года обучения. И то есть присутствуют разные классы мотоциклов, начиная от детского, допустим, мотоцикл чуть взрослее. Экскурсию по ангару с мотоциклами проводит преподаватель Андрей Бурдаков, прошлым чемпион Москвы по мотокроссу и России по ралли-рейду. Сегодня он сам тренирует полтора десятка будущих чемпионов. Привлечь молодежь для занятий мотоспортом, автоспортом, чтобы не сидели дома, не сидели в планшетах, компьютерах, находились на улице, что-то делали руками. На плечах Андрея Бурдакова ответственность за обучение и безопасность химкинских детей, а также за исправность 13 мотоциклов, среди которых большая часть – это новая техника. Но есть и классика, с которой многие дети начинают знакомство с мотоспортом. Из-за погодных условий секция пока работает только по выходным. С наступлением весны занятия начнут проводить ежедневно. Ожидают теплого времени года и воспитанники водно-моторного спорта. Пока ребята колесят на гидроциклах и изучают устройство лодок в теории. Сама же техника, шесть лодок с моторами, находится на хранении под присмотром тренера по водно-моторному спорту, призера чемпионатов мира и Европы Ильи Вандышева. Пока что проводится практика и общая физическая подготовка, физкультура и тому подобное. В зимнее время у нас квадроциклы, снегоходы. Вот катаемся, получаем опыт, общаемся с техникой. В секции водно-моторного спорта занимаются около двух десятков ребят. Занятия на воде для воспитанников спортивной школы по техническим видам спорта начнутся в мае.